Друзья, привет! С вами как всегда JumboMax и в этом видео я расскажу вам, какой Xbox в 2020 году лучше купить. И да, в этом видео я решил разыграть для вас один код Xbox Game Pass Ultimate на один месяц. Условия розыгрыша, как всегда, очень просты. Просто поставить лайк на это видео, написать любой комментарий тоже под этим видео и написать в нашу группу ВКонтакте о проделанной работе под определенным постом. Подробности розыгрыша по ссылке в закрепленном комментарии. Всем удачи и давайте начнем. А начнем мы с того, что в последнее время меня на стримах начали очень часто спрашивать один и тот же вопрос. Какой Xbox в 2020 году лучше купить? Купить Xbox One или подождать Xbox Series X? Кстати, если хотите, подписывайтесь на стрим-канал, ссылка будет также в закрепленном комментарии. Сразу скажу, что однозначного ответа по сути нет, поскольку новый Xbox нам еще не показали во всей красе и у каждого из вас должен быть свой ответ на этот счет, поскольку у всех разные ситуации и у всех разный бюджет. Но несмотря на это, я вам расскажу свою точку зрения по этому вопросу, как бы я поступил в этой ситуации, выбирая тот или иной Xbox. Если вдруг у вас другое мнение на этот счет, то пишите его в комментарии. В принципе, в этом выборе у нас на данный момент 4 актуальных варианта. Xbox One S, Xbox One S L Digital Edition, Xbox One X и будущий Xbox Series X, который выйдет в конце этого года. Не беру во внимание Xbox One Fat, поскольку его сейчас почти не найти. И, возможно, при этом всем будет пятый вариант Xbox Series S, если майки его все-таки анонсируют. И сейчас я объясню для тех, кто вообще не шарит, что из них что. Консоли Xbox One, а именно Xbox One S и Xbox One X, это консоли восьмого поколения. В том числе и L Digital Edition, которая по сути то же самое, что и S-версия, но только без дисковода. Все эти консоли Xbox конкуренты консолям PlayStation 4. И все они, на начало 2021 года, немного устареют, поскольку выйдет следующее поколение. S и X-версия отличаются друг от друга лишь тем, что X-версия может выдать вам полноценное 4К разрешение и 60 FPS в некоторых играх. Ну и, конечно же, они отличимы ценой. Но самое главное то, что и на этой, и на той консоли одни и те же игры, аксессуары и подписки. Ну, поскольку эти консоли относятся к восьмому поколению консолей. Xbox Series X это уже консоль нового поколения, которая будет конкурировать с PlayStation 5. И на которой должны будут выпускать новые игры. И по сути, после выхода она будет являться новой актуальной консолью. И в этом случае у вас есть два исхода события. Либо же купить консоль старого поколения, а именно какую-нибудь версию Xbox One. Либо же дождаться и купить Xbox Series X. Покупать одну из консолей Xbox One в 2020 году я бы вам советовал только в случае, если вы не играли в нынешние игры. Вы не гонитесь за новинками и вы не хотите особо много платить. Ну и к тому же вам уже не терпится во что-нибудь поиграть. Данный выбор основывается на том, что до выхода Xbox Series X еще около полугода. И в мире на данный момент очень много людей, которые не играли в новую колду, гирзу, форзу, бэттлфилд. И им собственно по барабану за новинки. Они играют чисто в свое удовольствие и не гонятся за новыми играми. Выбирая уже между версиями Xbox One S или Xbox One X, я бы рекомендовал смотреть на свой кошелек и наличие 4К телека. Ну а также собственного желания. S отлично подойдет для тех, у кого скромный бюджет, нет 4К телека, а также тем, кто не знаком с 4К разрешением и им просто пофигу на это. Если что, на S версии, особенно на телеке 1080p, ну Full HD. Абсолютно все игры нормально идут и покупая именно эту версию, вы можете не париться вообще. Дешевая, компактная и тянет абсолютно все актуальные игры. Xbox One S L Digital Edition, ну которая без дисковода, то же самое. Можете в принципе купить даже ее, если найдете ее дешевле и вы не будете покупать игры на дисках. В случае с Xbox One X. Подойдет он, по моему мнению, больше для тех, кто хочет 4К разрешения, тем, у кого есть 4К телек и у кого кошелек будет пошире. Две эти версии, по сути, одинаковые консоли, только более дорогая, мощнее и сможет предоставить вам картинку четче, нежели версия послабже. Также, покупая данные консоли, могу вас обрадовать в том, что все эксклюзивные игры Microsoft, которые будут выходить в ближайшие 2 года, будут выходить и на эти версии консолей. То есть, несмотря на то, что выйдет еще новый Xbox, игры от Microsoft еще будут продолжать выходить на эти Xbox, и та же Halo Infinite выйдет и туда, и туда. Но, обращаю ваше внимание, что это будет всего лишь максимум 2 года, и только на игры Microsoft. После этого срока, скорее всего, новые игры уже перестанут выходить на старое поколение Xbox, а именно на консоли Xbox One. Также хочу обратить ваше внимание на слух того, что Xbox One X может перекочевать в новые поколения. Слух весьма крутой, но не подтвержденный, поэтому полагаться на него без официального заявления я бы не стал, и точно бы не стал его покупать с такими мыслями. Ну, поскольку это риск купить эту консоль, которая не будет тянуть новые игры, так же, как и слабая версия. В остальных случаях, а именно, если вы хотите купить игровую консоль на большой срок, продолжать без проблем играть в новые игры, и которые выйдут в течение лет 7-10, и вам при всем при этом не влом подождать полгода, то советую за это время подкопить и все-таки дождаться и купить Xbox Series X. На мой взгляд, это решение разумнее, и сейчас я объясню почему. Дело в том, что с выходом консолей нового поколения, в данном случае Xbox Series X, прошлые консоли, а именно консоли Xbox One, Xbox One S и Xbox One X, через какой-то промежуток времени устареют. Если что, это не значит, что их забросит, они там перестанут работать, или их там перестанут поддерживать. Нет, просто на них со временем перестанут выпускать большую часть новых игр. И если вы хотите идти на говногу с новыми играми, то Xbox Series X будет для вас. Также очень большой плюс нового Xbox в том, что у него будет обратно совместимость с играми Xbox Original, Xbox 360 и Xbox One. То есть, покупая эту консоль, вы по сути покупаете в ней и Xbox One, который также тянет старые игры. Только в этом случае у вас будут доступны еще и новые игры, которые в будущем выйдут только на консоли нового поколения. Лично я в любом случае куплю новый Xbox, поскольку я хочу играть в новые игры. Да, когда они выйдут без понятия, но так или иначе, я ничего не теряю, и самое главное, в будущем я не буду париться за то, что пойдет у меня та же GTA 6 или не пойдет. И почему-то мне кажется, что GTA 6 уже точно не выйдет на старое поколение консолей. Помимо всего, у нового Xbox все новые и старые игры будут работать лучше, чем на предыдущих приставках. То есть, тем, кому хочется 4К разрешения и те, кто сейчас присматривается к Xbox One X, разумнее будет немножко подождать и купить консоль нового поколения, поскольку осталось не так много. Даже если вдруг у вас все друзья играют сейчас на Xbox One, то купив новый Xbox, вы все равно сможете с ними играть, поскольку это одна система и будет обратная совместимость. И лично я склонен к тому, чтобы купить все-таки новый Xbox, поскольку хоть он будет дороже, но он обеспечит срок актуальности 7-10 лет. Плюс на него выйдут абсолютно все новые игры, ну а также он мне предоставит лучшую графику, которая будет влиять не только на разрешение, но и на красоту картинки в целом. Помимо этого, на Xbox возможно выпуск какого-нибудь там VR-шлема или нового Кинекта. Опять же, это, конечно же, не подтверждено, но если что-то и будет, то на старый Xbox вы это уже не подключите. Рассуждаю я так, потому что во времена Xbox 360 было точно так же. И несмотря на то, что на Xbox 360 какое-то время все-таки продолжили выпускать новые игры, на новых консолях они все равно смотрелись куда круче и новые игры в какой-то момент все-таки перестали выходить на Xbox 360. В данном поколении, скорее всего, продолжится такая же тенденция, но наступит она не так сразу, как при седьмом поколении консолей. Да и вообще, если у вас нет консолей, то лучше все-таки, на мой взгляд, взять что-то новое и на больший срок, нежели что-то дешевле, но не на большой срок. Что касаемо, возможно, Xbox Series S, то тут опять же нужно ждать. И скорее всего, ситуация будет точно такая же, как в нынешнем поколении Xbox, то есть одна будет мощнее, другая будет слабее. И тут нужно уже выбирать, либо купить дешевле и играть не на ультраграфике, либо же доплатить за лучшее качество картинки. Опять же, у вас может быть на все это совершенно другой взгляд, это неплохо. И вы можете, в принципе, следовать своим знаниям, пожеланиям, но по моему мнению, покупать консоль нового поколения, которая уже 100% будет поддерживать обратную совместимость, будет разумнее, в любом случае. Поскольку вы покупаете эту консоль на продолжительное количество времени. Это, знаете, по сути, то же самое, если бы вы рассуждали 5 лет назад, купить Xbox 360 или купить Xbox One. Ну, как вы поняли, ответ вроде как очевиден. Если продолжить рассуждать на эту тему и отвечать на вопрос, когда его лучше приобрести, на старте или потом, то тут тоже все не очень однозначно и лучше я отвечу на этот вопрос в одном из следующих роликов. Обязательно пишите свое мнение на этот счет, какой Xbox хотите купить именно вы. И на этом у меня, в принципе, все. Не забывайте поддерживать канал лайками, подписками, не забывайте про розыгрыш. И большое спасибо вам за просмотр и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok